Я очень хотел быть хорошим доктором, но абсолютно не знал, как это сделать. То есть, примерно представлял, когда пошел в институт, в медицинский институт, я думал, что надо читать книжки, ходить на лекции, сдавать экзамены, быть хорошим студентом. Что я и сделал. Окончание института, в общем, понятно было, что еще рано быть хорошим доктором, и я пошел в ординатуру поучиться хирургии, чтобы стать хорошим доктором. Поучился, понял, что, в общем, ничему не научился, и решил, что если я в США поеду, ну, там точно я стану самым лучшим доктором. Что я и сделал. Поехал в США, закончил резидентуру, научился оперировать. Не, я еще не очень хороший доктор. Вот надо специализацию пройти по хирургической онкологии, которую, в общем, проходит, я не знаю, 51 человек в год во всей Америке. То есть, это очень элитарный такой клуб. Но если я вообще туда пойду и закончу это, то лучше меня доктора не будет. Что я и сделал. Закончил, начал практику. И, в общем, кроме меня самого, это было совершенно не очевидно, что я хороший доктор. И, в общем, это сильно и угнетает, на самом деле. Я смотрю на докторов рядом, которые пользуются уважением, и среди их коллег, и среди пациентов, меня проходит мимо, как будто меня не существует. То есть, степень моего величия была совершенно не очевидна всем окружающим. Я думал, ну что же еще можно сделать? Я поеду в Японию специализироваться по хирургии рака желудка. Поехал в Японию, замечательная вообще была программа, всему научился. Приехал, сказал, я вообще все умею, я хороший доктор. И ничего не произошло. Ничего не произошло. Я, в общем, сильно опечалился. И как бы я отреагировал на это все. Единственным способом, которым я мог отреагировать, надо еще поучиться чему-нибудь. Я поехал в Гейдельберг, тоже поучился хирургии поджелудочной железы. И вообще стал блестящим доктором, хорошо оперирую. В общем, лучше меня в округе нет. Ну и все продолжается по-старому. Я бы еще набрал несколько специализаций, пока не случилась следующая неприятность. Пришел ко мне в офис адвоката, сказал, что на меня подают в суд. В суд подают за осложнение после эзофагектомии. И тут жизнь кончается, на самом деле. Не только из-за того, что грозят миллионные выплаты, а из-за того, что ты ощущаешь себя полным ничтожеством. К счастью, это никуда не пошло, к счастью. Но вот этот звонок заставил меня все-таки подумать, а что же такое хороший доктор? Хороший доктор. И прежде всего, первое, что мне специалист по менеджменту риска сказал, а как ты общаешься с пациентами? А вот я как-то об этом и не думал. По многим причинам. Так что, когда я попросил возможность сделать доклад по этому теме, меня поставили сначала в секцию для пациентов и общественных организаций. Думаю, что это разговор про то, как надо быть вежливым, там еще многие вещи. На самом деле, это навык профессионализма. Это одна из составляющих профессионализма. Более того, это обучаемый навык. Ничего не имеет общего с вежливостью. Это ничего не имеет общего с воспитанием. Ничего не имеет общего с тем, чтобы быть хорошим человеком или гражданином. Более того, самые талантливые с точки зрения общения врачи среди хирургов – это отъявленные негодяи, которым я руки не подам в обычной жизни. Но с пациентами они просто блестяще общаются. Это тестируемый навык. Тут сидит один человек, который проходил этот тест по общению с пациентами. И, в общем, этот тест по определенным количествам… Ну, чего все смотрят, не туда. Ну, не в этом дело, кто этот человек. А дело в том, что это совершенно объективный тест. И это не только обучаемый, но и тестируемый навык. Более того, это научно исследуемый навык. То есть можно померить общение, качество общения, и можно предложить пути повышения эффективности общения. То есть то, что я сейчас буду говорить, это совершенно не мой личный опыт. Это не… Более того, это не опыт в одной взятой клинике, в одной взятой стране. Это, в общем, международный опыт и оттестирован в многих культурных средах. Так что термин, что у нас ментальность другая, тоже, скорее всего, не совсем работает. Хотя он, скорее всего, не тестирован в России. Надо отдать должное. Итак, откуда я… Что за источники я использовал для построения этой лекции и для нашего учебного курса по общению? Это есть такая, на самом деле, теория общения. Это когнитивная психология, теория конфликтов, раздел лингвистики, как работает разговор. То есть, опять же, даже нечаянный разговор, встречаясь у лифта, можно изучать. Это теория игр и антропология. Это не изучение костей древних людей, а изучение человека, в том числе и современного. Кстати, если вы хотите сами пройти все эти источники, на веб-сайтах существует очень много бесплатных курсов из ведущих университетов разных стран. И, в общем, именно так я и набрал эти курсы. Для чего это надо сделать? Это ценный навык. Для меня, я как любой хирург, лучший пациент – это спящий пациент. Я, в общем, не очень разговорчивый человек, и общение для меня не доставляет большого удовольствия. Соответственно, чем упрощеннее, чем лучше я вижу структуру разговора, тем проще мне. То есть, я немножко поясню про структуру разговора. Немного дальше. Приятно выглядеть хорошим врачом. На самом деле, как я покажу в следующем слайде, это единственное, как можно оценить, как хорошего врача. Единственное. Никто не может мне сказать из пациентов, хороший ли я хирург, вот как хирург. Хорошо ли я делаю операцию. Никто. Кроме тех, кто стоит со мной в операционной. Ни по осложнениям, ни по выживаемости, которая будет через столько-то лет. В общем, этого сделать невозможно. Если вы подумаете, хороший ли врач, или плохой, исключительно определяется по вашему общению с пациентом или с коллегами. Это источник дохода. Я зарабатываю деньги хирургической онкологией, и если ко мне не будут идти пациенты, мне не на что будет вести свой стиль жизни. Я думаю, во всех странах это то же самое. В России, хоть все, естественно, жалуются на недостаток финансирования, но это источник левого дохода, правого дохода. Это источник дохода. Больные лучше соблюдают назначение, если они тебе доверяют, если у тебя налажено общение. И, в принципе, это, опять же, сильно упрощает жизнь. Ну и с чего я начал, это профилактика жалобы в судебных исках. Когда я слышу про судебные иски, и обычный разговор идет в правовую защищенность, мой ответ, я на самом деле не знаю, какая у меня правовая защищенность. Более того, если разговор идет о правовой защищенности, это уже поздно что-то делать. Общение не доводит до этой правовой защищенности. Вы, честное слово, не хотите даже представлять, что такое правовая защищенность, какая бы она ни была. Это, кстати, оценка хирургического мастерства, попытка объективной оценки хирургического мастерства в научном измерении. Вы можете оценить быстрее это хирургическое мастерство? Нет. Это первые робкие попытки сейчас совершаются в Соединенных Штатах Америки. Много проблем, нарицаний, критики. Я не думаю, что в Европе или в России объективная оценка придет еще скоро. То есть вся оценка – это то, что вы получаете от пациента в общении. Обычно мы интуитивно воспринимаем общение, как я стою и общаюсь или с вами, или с пациентом. Я источник знаний, источник инструкции. Весь фокус на мне. И мне главное, чтобы выдать всю информацию или аудитории, или пациенту. Не надо забывать, что эффективность доставки такой информации не более 10%. Это из многих источников. И лекции, я говорил, и чтение книжки. Эффективность запоминания усваиваемого материала очень и очень низкая при такой подаче. Немного другая теория общения. Это двустороннее общение, источник ресивер. Немножко сложно, особенно для хирургов сложно. Но фокус, на самом деле, не на ком-то нас из двоих, а на адекватном двустороннем общении. И цель, чтобы мы оба были удовлетворены. Вот это обычная схема теории общения. А вот это, на самом деле, хотя вы видите двух участников общения, что происходит на самом деле? На самом деле, говорящий думает про себя. А что же сейчас понимает мой собеседник? Как он воспринимает мои слова? Более того, он думает еще, говорящий думает не о том, что думает собеседник, а о том, как он выглядит в глазах собеседника. И получается, что вместо двух говорящих, на самом деле, шесть разговаривающих. И каждый, если пройти... Это, кстати, этим занимаются лингвисты. Если пройти эту цепочку, то она имеет несколько важных последствий. На одном из них мы скоро остановимся. Более того, из теории игр очень важно понимать расстановку сил. Для долгосрочных отношений, что случается в онкологии достаточно часто, я надеюсь, единственное, там много есть деталей, но сконцентрироваться надо на ситуации, где есть win-win ситуация, обоюдный выигрыш. То есть не я выигрываю, ты проигрываешь, или ты выигрываешь, я проигрываю. Оба участника процесса остаются в выигрыше. Если вы посмотрите, какая на самом деле расстановка сил в большинстве ситуаций, когда больной приходит или пациент приходит к доктору, доктор обычно много выше по силе. У него есть белый халат, у него есть дипломы на стенах. Он вечно занятой, серьезный и сидит перед вами через большой, заваленный бумагами, стол. Соответственно, маленький несчастный человек, который входит в кабинет, которого, кстати, только что поставили диагноз рака, он просто раздавлен такой ситуацией. Он может быть на коротком промежутке выполнить все ваши назначения, будучи поражен вашим величием. На самом деле, в долгосрочном периоде это немножко будет не так. Более того, расстановка сил меняется. То есть ваша задача в этой ситуации, поскольку вы никогда не можете повысить вашего собеседника быстро хотя бы, во всяком случае, ваша задача снизиться по расстановке сил до его возраста уровня. И здесь помогает, здесь работают в основном невербальные методы общения, что совершенно не изучено во всяком случае докторами. и совершенно не изучено с моей точки зрения российскими докторами. Что такое невербальные методы общения? С чего мы начинаем? Мы начинаем кто-нибудь может пример самого могучего невербального метода общения, который может уравнять силы. кроме моих студентов. Да. Посадить на свое место. Посадить, да. То есть мы берем и садимся на один уровень взгляда с пациентом. Или ниже даже. Если мне надо сильно дела плохие, то я сажусь ниже. Иногда снимаю белый халат, потому что белый халат это признак статуса. это держу носки ботинок в направлении пациента. То есть мелкие такие вещи стоит изучить, потому что они работают. Просто вот совсем работают. С точки зрения когнитивной психологии человек это мешок химикатов, который если делать все по таким правилам, будет совершенно однозначная реакция. Хотите вы или нет. Знаете даже, что вот вы видите эти принципы перед вами происходят. И вы отчетливо понимаете, что вами типа манипулируем, но все равно вы не можете никак отреагировать на это. Это проверено в эксперименте много раз. Не забывайте, что то, что вы говорите, будет забыто на 90%. Точно, совершенно точно. то есть сетовать на то, что вот я же говорил пациенту, делай то, там, чисти зубы, это все будет забыто. И это совершенно нормально, потому что это происходит со всеми, это происходит и с вами, когда вы сидите и слушаете лекции, в общем-то на многое рассчитывать не приходится. То есть не потому, что там плохие студенты, так люди устроены. Как запоминается событие? Как принцип запоминания работы нашей памяти у любого человека? Это не фотография, это не видеозапись, которую вы потом достаете с флайами. Это событие, которое активно восстанавливается в вашем сознании, когда вам это надо. То есть это на самом деле, если брать аналогию с файлами, с компьютерными файлами, это очень важно, где это событие зафалено в вашей памяти. Например, самый простой для меня пример, это пример, вы пошли в ресторан, там поели и через три месяца вспоминаете, хорош ли это ресторан. Вы достаете папку из отдела ресторан, и что делать в ресторане? Мы там ели, да, ели. Главное, в какой эмоциональной окраске окрашено это впечатление. Если вам официант нахамил, и у вас впечатление от ресторана окрашено в это хамство, или вы с кем-то поссорились, или наоборот, то у вас еда будет в ресторане плохая. Вы вспомните, что это плохой ресторан. Вы даже не помните, что там произошло, что вы ели, но это будет плохой ресторан. то же самое происходит с нами, когда к нам приходят пациенты. То есть важно обращать внимание на критические события, которым вы можете повлиять на адресовку этого файла. К нам приходят пациенты, которым мы говорим о негадости в основном, что у них рецидив, у них опухоль. То есть что нам делать с этим? То есть мы с самого начала находимся в незавидном положении. И тут возникает вот этот таймлайн, схема, как нам использовать свое время. Все мы заняты, все говорят, что 12 минут на пациента, или 15 минут на пациента, или 5 минут. Я вас уверяю, я нахожусь в точно такой же ситуации. Там 30 больных звонят из реанимации, звонят из операционной, звонят родственники. Это у всех. Так что, опять же, это достаточно все равно, сколько у вас времени. Главное, как вы его расположите. Самое важное, одно из первых важных вещей, которые вы можете сделать, это произвести первое впечатление. Первое и хорошее впечатление. Это первые три секунды вашего действия с пациентом. Это приветствия. Какой самый быстрый способ произвести хорошее впечатление? Да, улыбнуться, конечно. Хотите вы это или не хотите, пользуйтесь чем-нибудь еще, цветы дарите, все равно. Все равно, каким методом вы пользуетесь. Главное, вы знаете, что первый критический момент это три секунды, вам быстро надо произвести хорошее впечатление. Улыбка это, к сожалению, или к счастью, или вообще. Ну, вот, самое эффективное. Все равно, как вы, по большому счету даже, все равно, как вы улыбаетесь, там, искренне, неискренне, лучше, конечно, искренне, это всем приятнее, удобнее. Но, опять же, аптропологи протестировали этот момент, самое главное, это уголки рта. Во всех культурах, Папуа, Новогвинее, в Чили, в Америке, в России, это уголки рта, вот так. Это самый важный компонент улыбки. То есть, если вы вымучиваете из себя улыбку, глаза, в общем, не совсем важно, самые важные уголки рта. И поэтому улыбка такая, да, у нас, макатон, короче, в телефоне. Далее. Далее идут 30 секунд. Следующие, примерно, я их называю 30 секунд, их можно растянуть. Это, не дайте ваши документы, и что у вас, чем вы пришли. Это, грубо говоря, разговор о погоде. Цель этого периода общения, это успокоить человека. Успокоить человека, и сказать, что там, сделать комплименты, или что-нибудь, которая не относится, какой часть разговора, не относящаяся к онкологии. Спокойно сделать, опять же, все равно, как вы это сделаете, вам надо знать цель, которую вам надо достичь. Цель успокоить. Дальше идут, знаменитые 4,5 минуты, когда вы даете пациенту сказать, что он хочет, выговориться пациенту. Почему я сказал 4,5 минуты? Потому что это среднестатистическое количество времени, которое пациент может говорить в свободном полете, без перебивания. Обычно это, на самом деле, это 2-3 предложения. Все равно, о чем он говорит. Все равно. По делу, не по делу. Для хирургов это самые мучительные 4,5 минуты. Ты сидишь и... И да. Да. Это... Это... Я... Точно. Скажите еще. То есть, это дает человеку еще дальше успокоиться и понять, что его слушают. Слушаешь ты или... Лучше, конечно, слушать, потому что... Ну, там деталей много, я не буду, естественно, у меня нет времени на этом останавливаться. Но... С этим самые большие проблемы. А что, если там пациент там начинает заговариваться? Нет. У меня такие пациенты, которые по полчаса говорят. Да. Это случается. Самая большая проблема, что им не дают говорить. Это самая большая... проблема во всех исследованиях. Во всех. С хирургами, не хирургами, особенно хирургами. Дальше вы делаете все остальное, что доктора делают. Совершенно неважно. Там, визикулярное дыхание выслушивают. Там, осмотр активный. Это... Это... Все вы знаете, потому что именно это обучают, этому обучают в... в медицинском институте и так далее. На этом все вообще сфокусировано. Поэтому для меня это... Я даже не останавливаюсь на это. Здесь вы, кстати, говорите все плохие новости. Здесь происходит в этом сегменте сообщение диагноза, рассказ об операции, об осложнениях. Вот все вот в этом сегменте. И все негативные моменты вам надо смахнуть и сделать так, чтобы человек забыть, прощанием. это тоже последний критический момент, который определяет ту папку, папку, куда будет зафайлен это... это событие. Прощание. То есть, как человек уходит там с приема, офиса, это... это... начало и конец, критические, поэтому они красно выделены, моменты. Я занимаюсь очень тяжелыми онкологическими больными. Наша практика специализируется на хирургическом лечении перитонального карациноматоза. Как вы понимаете, новости я... плохие новости я сообщаю каждый день, несколько раз на дню, несколько раз в час. У меня это постоянно. У нас пациенты выходят из офиса с улыбкой. Не потому что мы им говорим какую-то неправду и говорим, а, ничего, мы вас полечим. Нет, потому что общее впечатление от визита именно такое. А потом ты будешь делать с пациентом все, что хочешь. И он будет твой, ты... Что вы хотите делать этими приемами, это уже там этично, неэтично, это вам решать. Но я говорю, что если вы настоящий профессионал, вы должны знать эти приемы общения. Эмпатия. Важный метод общения это осознанное сопряживание эмоциональному состоянию человека. Это не то, что вы вы с ним в обнимку дружите, слезы вместе льете. Вы должны представлять, что происходит в голове пациента во время вашего общения. Когда вы входите или он входит к вам в комнату для осмотра или разговора, у вас совершенно разные, на совершенно разном уровне. я думаю о том, какой у меня будет ужин, что я буду делать вечером, главврач, негодяй, не дает мне делать это, еще на операцию надо идти. Вот о чем я думаю. Еще этот пациент время занимает. То есть это совершенно нормальное, что может происходить у вас в голове. У пациента совершенно другие мысли. Моя жизнь решается или сколько мне это будет стоить или ну и что еще. Как только вы узнаете о чем думает и говорит пациент в голове, начинается эмпатия. Для этого надо слушать пациента и в общем-то существуют научные методы, которые можно тестировать, что вообще происходит в голове у пациента, когда он приходит к вам на прием. И, кстати, вот это, я надеюсь, среди наших координаторов это будет одна из первых научных работ в их копилке. Сложный разговор. И тут мы вспоминаем о схеме, что шесть человек участвуют в разговоре двух видимых людей. потому что при сложных разговорах мы часто фокусируемся на том человеке, который у нашего собеседника в голове, то есть на нашем отражении в глазах нашего собеседника. Вопрос. Может, мне поехать лечиться в Израиль сразу? я плохой доктор в его глазах и начинает мы сами лучшие, мы все умеем, в Израиле вас деньги сдерут. все, я, наверное, кому я рассказываю, вы это знаете. Альтернатива. Может, нам полечиться грибами, сыроежками, лапками пауков или вы реагируете на ваш имидж, который вы думаете в глазах у человека. Ничего вы с этим сделать не можете с вашими реакциями, просто не можете, никто не может. Единственный способ это отойти в сторону и просто не реагировать на эти выпады, пациент к вам черт возьми пришел, значит он ваш, он пришел к вам по какой-то причине. Скорее всего он с вами останется и будет делать то, что вы говорите, если только не реагировать на эти внешние раздражители. То же самое при сообщении тяжелого диагноза. Почему мы не любим рассказывать о тяжелом о у вас только что молодой женщине 39 лет диагноза, период отъезда. Я сказал, что у нее рак сигмовидной кишки третьей стадии. Тяжелый разговор, потому что я воспринимаю ее невербальные знаки как то, что я плохой доктор. Я ничего не могу с этим сделать. Я так воспринимаю. У нас голова так работает. Не потому, что я плохой, хороший, просто голова так работает. Знаете об этом, уходите от этого, не фокусируйтесь над этим. Знаете, что происходит, какие ваши болевые точки и избегайте им. Конфликт во время общения за 15 минут ни к чему хорошему не приведет. Конфликт вообще ни к чему хорошему не приведет в ин-вин ситуации. вы можете победить, кто-то может проиграть, в ин-вин не получится точно, совершенно. И эмпатия и отсутствие конфликта очень помогают в таких сложных ситуациях. Теперь от сложных ситуаций их еще более сложным. Этого разговора у меня еще не получилось по многим причинам провести с ординатором. Я думаю, я пытался и меня не услышали, по-моему, по многим причинам. Это скриншот нашего веб-сайта профессиональной организации, которая предлагает DVD по методике сообщения о своих ошибках. Что говорить пациентам, когда у вас осложнение, когда вы совершили врачебную ошибку, когда-то что-то по вашей вине или даже может быть по вашей вине пошло не так. По многим причинам, по результатам подавляющего большинства исследований, замалчивать ошибку это самое худшее, что вы можете сделать. Самое худшее, что можете сделать. Потому что пациенты все равно вы когда-нибудь слушали, что они говорят в палатах про нас с вами или там в приемной. В общем-то они все знают. Тут не надо дважды думать. Общий план извинений тоже давно известен. Это извините, извините вот за это, это и это. Никаких объяснений. Это произошло, потому что ну вы же понимаете у всех пять процентов есть риск несостоятельности анастомоза. Вы попали в эти пять. Это просто контрпродуктивно. Я сделаю или я делаю все, что это не повторилось. И еще раз извините. Подавляющее вы это точно вы мне никогда не поверите, пока сами не начнете это делать или сами не проведете научные исследования. Но это работает. А вот почему это работает. Потому что врачебных ошибок много много раз больше, судебных исков. Врачебные ошибки случаются всегда. Если вы я говорю в больнице это вообще самое опасное место, потому что если работаешь с точностью 99 процентов попробуйте вычислить сколько манипуляций вы в день проводите один процент ну уж точно приведет к чему нибудь плохому. ошибка это не основное условие судебного иска. могут у вас может быть никакой ошибки просто плохой результат и судебный иск все равно будет. Поэтому еще раз доводить до правовой защищенности это поздно. профилактика судебного иска случается во время общения с пациентом. Во время. Не после, не давайте посмотрим как вас лечили. Это происходит каждый день. Как вы видите ничего хай-тек в общении с пациентом нет. Более того, это занимает точно такое же количество времени как и обычное общение. и это однозначно во многих научных исследованиях, которые опять же я не видел пока еще в России, на всех континентах это работает. Какие факторы риска судебных исков? Это командный стиль общения. По интонации общения доктора с пациентом можно предсказать количество поданных исков между двумя группами докторов. Очень демонстративный эксперимент ставился, когда стирались все слова в разговоре. Просто оставалась интонация. И по количеству слов сказанным хирургам хирургам по интонации по количеству раз, когда хирург перебивал пациента в разговоре, можно судить, в какой группе хирург принадлежал к высокому риску или низкому риску. Чем больше у тебя конфликтов, как доктора, тем выше твой риск быть в ситуации судебного иска. Предыдущий судебный иск это фактор риска следующего судебного риска, если ты ничего не предпринял. Итак, я закончу на этом. Самое важное, что я бы хотел оставить, что общение это абсолютно точно составляющая профессионализма. Это абсолютно обучаемый навык. И я призываю вас в вашей практике исследовать эту тему или формально научной работой, или неформально. Попробуйте это и посмотрите, как это работает. Я более чем уверен, что или все, или части этого приема, о которых я сегодня рассказал, вы в общем-то пользуетесь своей практике, просто скорее всего я немного систематизировал это сегодня. Спасибо. Спасибо, Вадим. Вопросы? Да. Где микрофон у нас? Девушка, подождите. Еще раз спасибо. Совершенно замечательную лекцию. Я считаю, что мне очень сильно повезло попасть к вам. И в связи с этим два вопроса. Вот первый вопрос. Мы очень много говорили о пациенте, но существует еще такая категория, как родственники пациентов. И процентов 90 исков все-таки подают родственники, потому что в силу очень эффективных причин пациент уже не может что-либо сказать. И как вы считаете, можно ли ту схему, которую вы изложили, полностью экстраполировать на общение с родственниками? Или есть какие-то либо особенности? Это первый вопрос. и второй вопрос, чтобы не отвлекать лишний раз. В диалоге участвуют двое, как сам пациент, так и врач. Есть такое понятие, как эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, в том числе и врача. Есть ли какие-то меры профилактики, допустим, как мы сейчас можем выразиться, конечно же, либо что вы посоветуете, чтобы избежать этого события? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень хороший вопрос на самом деле. Первое, про родственников. Родственники, это не только я, но и теория процесса родственников воспринимается как продолжение пациентов. Я думаю, что родственники, это просто благо, с ними гораздо легче, чем с пациентом, чем без них для пациента. Их всегда включаю в обсуждение, более того, приглашаю и активно вовлекаю. Принципы точно такие же. Принципы точно такие же. Еще второе, профессиональное выгорание. Тут я, честно говоря, не занимался обзором литературы на этот счет, хотя это мое следующее задание для меня. Но я скажу, что структурирование общения с пациентом для меня очень-очень важно. Причем начиная от встречи в лифте до формального общения. То есть мне очень приятно знать, где на этом временном отрезке я нахожусь и что мне делать. то есть у меня не все в кучу, у меня все сейчас я улыбаюсь. Окей, закончили улыбаться, что я дальше делаю? Я делаю это. Поговорили о погоде, дальше я слушаю, мне можно подумать о чем-нибудь, покивать в это время. То есть я знаю, где я нахожусь. Я тоже человек, может, не совсем приятный человек в общении, кто меня знает. но профессиональное общение совсем другое, чем общение в обычной жизни. То есть в обычной жизни я могу очень сильно устать от общения. В профессиональной жизни я точно знаю, я выполняю раз, два, три, раз, два, три. Кто со мной, там, студенты, когда смотрят больных, это нудно, потому что я делаю одно и то же. Для пациентов это, я не знаю, как, они улыбаются, нормально. Но это навык. Когда навык, он повторяемый, это не приносит, ну, для меня, во всяком случае, большой эмоциональной тяжести, так скажу. вот это мой ответ. Да, вот. Спасибо за доклад. И тоже два очень коротких вопроса. Вопрос первый. Как часто вы, ну, не вы, ваши коллеги вообще встречаетесь с исками, потому что все-таки для нашей действительности судебный иск это все-таки редкость, и слава Богу. Вот как часто, да, и это первый вопрос. А второй вопрос, случается ли вам проводить беседы с родственниками, когда они без пациента, когда родственники настаивают на получение там всей информации, просят они вас не сообщать пациенту. Вообще, как вот у вас это принято, есть ли у вас такая практика? Спасибо. Нет, спасибо большое. Спасибо. Тут больше, наверное, вопрос даже к легальным моментам, которые очень сложно экстраполировать на другие страны. Кстати, я просто не знаю, какая практика здесь. Давайте я выйду, тут не всем видно. Первый вопрос, еще раз, количество судебных исков больше, чем хотелось. опять же, достаточно одного судебного риска, чтобы уничтожить тебя как профессионала по многим причинам. В среднем статистика такая, что 90% хирургов, я про хирурги больше буду говорить, 90% хирургов за свою 35-летнюю карьеру встретятся с судебным иском. 90%. То есть, в общем, для меня это очень высокая цифра. Это все еще подкрепляется тем, что иски очень высокие. То есть, в среднем Балтиморе средний иск хирургический около 800 тысяч долларов. Это высокий риск при любой зарплате. так что я думаю в ситуации в России много менее рисковая. Но опять же, тут нельзя сравнивать, потому что если это вы, жизнь заканчивается, просто заканчивается. То есть, я не советую никому с этим когда-либо встречаться. Насчет родственников. Главный человек в процессе лечения это пациент. И с его разрешения делается все. В том числе общение с родственниками и выдача каких-то документов и все. Обычно это не проблема. В общем, выдаются любые документы. Все, что произошло с пациентом, это все ему принадлежит, не мне. Еще вопросы у кого-то будут? Может быть, мнение, предложение? Я скажу, что обучиться этим навыкам сложно. Я с ординаторами провел личный тренинг длился два дня по три-четыре часа в день. Каждый проходил через ситуационную задачу. И это очень больно и неприятно и совершенно неочевидно. Сейчас они стали выходить на какую-то финишную прямую, когда уже видно профессиональное общение. Они большие молодцы, но я к тому, что это достаточно непростой навык. Прослушать лекцию поверхностную это точно недостаточно. Так что если вы хотите этим серьезно заниматься, не рассчитывайте, что одного полчаса лекции это достаточно. Да? Передайте микрофон. Спасибо большое за лекцию. Очень интересная и поучительная для наших российских врачей. У меня такой вопрос. Когда у коллеги американского или европейского возникает этот судебный иск страшный, который может все разрушить, всю жизненную карьеру, какую сторону принимают администрация больницы, профсоюз, коллеги хирургов и врачей вообще? То есть он остается один на один или все же есть какая-то помощь? Отличный вопрос. Спасибо. Спасибо за него. Администрация чаще всего стоит на стороне доктора, потому что судят вместе доктором и администрацию чаще всего, потому что судят того, где деньги. Денег больше у госпиталя. Это во-первых. Помощь существует. Существует специальный департамент риск менеджмент человек, который в общем-то и учит общаться, во-первых. Первое вмешательство, когда это все происходит, это тебе не спрашивают, что произошло, не смотрят, что какой-то профессионал, не посылают на курсы повышения квалификации или не смотрят документацию. Спрашивают, а как ты общаешься с пациентом. Это первое, кстати, что делают. Так что я сказал администрация, риск менеджмент, адвокаты, которые над твоей стороной. Ну, естественно, ты за это все платишь. То есть у меня там страховка от этого составляет где-то одну десятую моей зарплаты. У многих специальностей она и того выше. То есть да, существуют вспомогательные люди, которые тебе помогают, но лучше от этого не становятся, честно говоря. Спасибо большое. Еще у кого-то вопросы есть? Нет? Спасибо. Да, благодарим вас за участие в секции. Ждем вас в следующем году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.